Здравствуйте! Наверное, вам знаком такой мем, где мама сидит в туалете, а маленький ребенок находится рядом, не отпуская ее ни на шаг. Сегодня мы с вами об этом и поговорим, о том, что делать с детьми, которые совершенно не готовы отпустить своих матерей, и тем самым сводят с ума и их, и себя задним. Меня зовут Николай Стрелков, я психолог-психоаналитик, мы с вами на канале «Где мои дети?». Итак, давайте с вами поразмышляем, почему происходит эта проблема, когда дети не могут от матери естественным образом отсоединиться. Сразу хочу сказать, что эта проблема не ребенка, а скорее всего проблема мамы, которая не дает ему набрать нужную дистанцию от себя. Современный мир – это мир очень тревожный и напряженный, и мамы очень часто излишне сконцентрированы на своих детях, не готовы дать им нужную дистанцию в нужный момент времени, и потом впоследствии не поддержать какие-то важные эмоциональные моменты. От этого дети не готовы сами сепарироваться от матерей, потому что они тревожатся вслед за своими мамами. Ребенок, когда он появляется на свет, рождается дважды. Первое рождение у ребенка возникает тогда, когда он выходит из материнского чрева, а вот второе связано с тем, что ребенок должен эмоционально отделиться от матери. Этот второй период называют психоэмоциональным рождением ребенка. Он происходит в норме, ну скажем так, примерно от года до трех лет. И в этот период, если мама ведет себя не совсем правильно, то ребенок будет не готов родиться второй раз, ну так образно, символически выражаясь, и отделиться от нее, набрать нужную автономность и самостоятельность. Что же происходит? Начиная примерно с, ну, около годового возраста, там чуть раньше, с 8-9 месяцев, когда у ребенка появляется возможность самостоятельно физически передвигаться, он начинает ползать, он потом начинает потихонечку ходить, то есть он может сам начинать сепарироваться, отделяться от матери, и может сам регулировать так или иначе эту дистанцию. Захотел отполз, захотел обратно приполз, захотел куда-то сходил, что-то посмотрел, захотел вернуться обратно. И вот этот момент является важным в том плане, что если мама не поддержит в нужной эмоциональной степени вот эту возникающую автономность ребенка, то он впоследствии может очень сильно бояться своей автономности. Пополз, куда-то ребенок что-то исследовать, а мама такая, «А, ты куда ползешь, там страшно, там опасно!» Он сдрогнул, понял, что ходить от мамы далеко опасно, и вернулся обратно. Раз он взял там что-нибудь, что ему интересно, рассыпал всю крупу на кухне, открыв в шкафчике, мама на это тоже, предположим, реагирует очень эмоционально и очень тревожно. А в этот период у ребенка, ну, это естественно, нет абсолютно никаких самостоятельных возможностей тестировать реальность и понимать, что хорошо, что плохо. Ребенок жизнь свою начинает через тестирование реальности через мать. То есть он делает что-то, ну, и образно оглядывается, либо просто, в принципе, улавливает у реакции и начинает понимать, что опасно, что не опасно, что можно делать, что нельзя делать. Если мама тревожно и агрессивно, может быть, негативно реагирует на какие-то первые попытки автономии ребенка, то, естественно, он начинает понимать, что далеко уходить от мамы – это реально опасно. А первый период жизни ребенка, когда, в общем-то, он в большей степени является, ну, немножко, но животным, он, конечно, сделан на инстинктах в большей степени, на животных инстинктах, на понимании того, что нужно, в первую очередь, выживать. Если мама эмоционально реагирует на его отделение, он понимает, что это может привести к тому, что выживание его оказывается под угрозой, и он лишний раз готов не рисковать. Оставаться всегда спокойным за своего ребенка поможет приложение «Где мои дети?». Трекер для часов или смартфона в режиме онлайн покажет точное местоположение вашего ребенка. Сообщит о выходе его из безопасной зоны, когда он на прогулке. Позволит услышать, что происходит вокруг ребенка, и отреагировать в случае опасной ситуации. Через приложение вы сможете увидеть, сколько времени ребенок проводит в интернете и на каких ресурсах. А новая функция «Задание» поможет найти мотивацию для домашних дел и развлечь новыми интересными и полезными играми. Установите приложение «Где мои дети?» и знайте, где ваш ребенок без частых звонков и смс. Другой вариант. Если мама в этот ранний период, когда происходит психоэмоциональное рождение ребенка, куда-то теряется, это тоже может привести к тому, что ребенок начнет бояться автономности. В свое время психологи провели эксперимент. Маму сажали на небольшой холмик. Рядом ползал ребенок. Там были какие-то игрушки, цветочки. Но холмик был с хитрецой. Он по команде исследователя, по нажатию кнопки мог опускаться вниз, и мама исчезала с поля зрения ребенка. То есть, пуп, она пряталась внутри. Появляется ребенок, значит, мама, она сидит, смотрит за ним. Ребенок ползает, изучает окружающий мир, ему все это очень интересно. Вдруг раз мама исчезает. В тот момент, когда он это не видит. Он оглядывается, мамы нет. У него возникает тревога, начинает ползать, плакать ее искать. Мама появляется, значит, его успокаивает, снова отпускает. Он снова начинает ползать, что-то смотреть. В тот момент, когда он оглядывается, маму снова прячут, он снова начинает ее плакать и искать. Много не надо повторять. Буквально уже с третьего раза ребенок от мамы начинает не отходить. Это мы к чему? К тому, что если преждевременно сепарировать ребенка от себя, куда-то исчезать надолго из поля его зрения, это касается особенно периода, ну, скажем так, вот с шести месяцев до полутора лет, долгое исчезновение мамы из поля зрения ребенка в этот период приводит к повышению его тревожности и страху того, что мама может пропасть совсем и навсегда. И поэтому, если мама в этот период исчезала, вышла на работу, слишком надолго уехала в отпуск, оказалась где-то в командировке, загуляла в конце концов, то это может привести к этому, что ребенок будет бояться, что она может исчезнуть совсем, а психических возможностей хранить ее внутренний образ эмоциональный в своей психике у него еще нет, психика еще слишком незрелая, чтобы долго запоминать маму. В этом случае ребенок маму надолго отпускать не будет и будет ходить хвостом везде за ней. Неважно, пошла она в туалет, в ванну, позаниматься за компьютером, посмотреть кино, он везде как хвостик прижат и будет бродить. Еще один момент, который, как показала практика, приводит к тому, что дети не готовы делиться от своих родителей, заключается в том, что родителям не совсем правильно ведут себя касаемо истерики капризов ребенка. Дети, когда они начинают более-менее зреть, ну это, скажем, пять период уже после года, ближе к двум годам, они сталкиваются для себя с очень сложной эмоциональной реакцией, с одним из первых конфликтов, конфликтов, который с научных позиций называют конфликтом рапрошман. Это автор, который наблюдал у детей реакцию, связанную с тем, что ребенок в своем мире воспринимает маму неоднозначно. У него есть две мамы. Одна мама – это очень хорошая женщина, которая удовлетворяет его потребности и дает ему то, что ему хочется. А другая мама – это какая-то очень хитрая женщина, которая похожа очень на маму, но которая не удовлетворяет его потребности, а которая его наказывает, которая лишает его игрушек, которая сразу не подходит по первому зову. И к первой маме, которая хорошая, он тянется, испытывает любовь. А вторая, вот эта поддельная мама, она какая-то нехорошая, и к ней у него есть чувство неприязни, естественно, и какой-то агрессии. Так вот, пока психика ребенка не зрела, то он одну маму, одного родителя воспринимает как в двух образах. Есть один хороший человек, есть другой какой-то непонятный. С одним я испытываю любовь, с другим у меня периодически возникают разнообразные конфликты. Примерно к двум годам ребенок начинает эти образы совмещать. Если мама в этот период, а хотя проблемы эти не может, порой появляются и несколько там раньше, с полутора лет, она не ведет себя правильно. А правильно это как? Это тогда, когда она может спокойно воспринимать каприз ребенка, когда он злится на плохую маму, и нормальное взаимодействие, когда он любит хорошую. Мама очень часто допускает ошибку. Ошибку в том, что они поддерживают это расщепление, нормальное взаимодействие с позитивным малышом, и когда малыш начинает капризничать, они начинают на него тоже в ответ злиться. Обижаются, дистанцируются, уходят, говорят, я тебя такого не люблю, вернись обратно, хороший ребенок, это какой-то непонятный появился. У ребенка в этом случае поддерживается некое расщепление понимания, что есть мама хорошая, есть плохая. Он не созревает, у него эти образы не объединяются. Если не происходит объединение образов, то он все время озабочен, где же на самом деле находится хорошая мама, где та, которую я люблю. И он все время ходит за мамой хвостиком и пытается не упустить момент, чтобы она в плохую-то не превратилась. И вот здесь является тоже один из таких краеугольных камней, что если вы чувствуете, что ребенок вас не отпускает, значит, скорее всего, вы неправильно реагируете на его какое-то агрессивное или негативное эмоциональное поведение. А поведение должно ваше быть очень спокойным, очень соразмерным, очень взвешенным. На нашем канале есть видео, где, в общем-то, рассказана пошаговая инструкция о том, как справиться с истериками ребенка. Если эта тема вас интересует глубже, обязательно обратите на это внимание и посмотрите, разберитесь. Но общее-то правило и канва, оно как раз заключается в том, что когда ребенок начинает, ну, образно сходить с ума и ведет себя неадекватно, не нужно и самому подключаться к этому и вести себя неадекватно. Нужно спокойно, равновесно, немножечко от него дистанцироваться, самому не впадая в истерику, и дать возможность ему успокоиться. В этом случае его образ матери, который есть перед глазами, начнет потихоньку стабилизироваться. Он начнет успокаиваться и в меньшей степени будет обеспокоен вашим присутствием. Где вы? Что вы сейчас делаете? Не превратитесь ли вы сейчас в какую-то ужасную маму? То есть он начнет вас так или иначе отпускать. Поэтому, если вы видите, что ваш ребенок не готов вас отпускать и ходит везде хвостом за вами, то, скорее всего, вы где-то когда-то повысили уровень его тревожности. Обратите на это внимание. Дайте возможность вновь развиться этому естественному любопытству ребенка. Все дети от природы любопытны. И, по идее, новые ситуации у них всегда в норме должны вызывать любопытство, а не тревогу. Если есть тревога, то она, скорее всего, воспитана вами. И обратите на это внимание. Подумайте, посмотрите, подтолкните его немножко к этой естественной автономии, которая заложена в каждом ребенке. И в этом случае его эта излишняя привязанность на вас должна пройти. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и пишите в комментариях, что происходит у вас при взаимоотношении с вашими детьми. И, может быть, вы знаете какие-то свои уникальные способы, которые помогают вам справиться с этой проблемой. Мы будем рады почитать это и будем надеяться, что ваши способы пригодятся и другим людям, кто смотрит наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!